следующий вопрос как работать против обманок ну то есть используя допустим определенную защиту а в спарринге раз и попался на обманку либо показан был джеб пошел хук либо просто раздергивание боксерское или нужно все-таки реакцию оттачивать слушайте знаете ну давайте присоединиться к обсуждению этого вопроса я от себя немножечко скажу просто да ребят я опять скажу что мы все примерно одинаковые в этом смысле в смысле каких-то прошитых свойств у нас примерно одинаковые у всех реакции если вы хотите работать над своей реакцией буквально вы увеличите свои показатели на долечку секунды которые в реальной ситуации мало что вас лучше отрабатывать наверное связь между восприятием ситуации и реализации своих действий да вот тут вот должен быть минимальный лак это то о чем я говорю как о том что вы должны быстро соображать не значит что вы должны оттачивать просто один единственный рефлекс вот противника или противники там дернулись вы должны выбросить какую-то двойку там свои смешно просто нет это значит что вы от момента своего действия вернее от момента первого действия противника до момента своего действия должно у вас проходить минимум времени если мы о такой реакции говорим ну да вот такую связь между восприятием и реализации наверное ее надо оттачивать но это о чем мы с вами говорили еще вначале когда отвечает на вопрос вот в принципе причем тут вообще обманки почему они вообще вас должны касаться я понимаю там спорт там как-то учит именно на рефлекс то есть рефлекс есть вернее есть стимул есть отражение рефлекс буквально значит отражение значит есть стимул есть рефлекс есть по идее вы все время становитесь ведомым до тех пор пока сами начнете вести противника если он более опытный он вас все равно ведет и вы проиграете вот это и есть по сути вот и в этом смысле да есть вас стимулирует вы действует и тогда конечно вы на обманке на все поведетесь так как вас от вас ждут это понятно но в боевых искусствах такой подход это самый плохой просто самый плохой фатальный подход когда вас ведут и вы делаете то что от вас добивается то чего от вас добивается плохо в боевых искусствах вам вообще все равно действует ли противник обман или реально какая вам разница вы не ведетесь на каждый стимул который к вам идет вы смотрите на ситуацию в целом и ее используют они отдельные стимулы ситуации в этом смысле нельзя сказать что вообще что-то может вас обмануть ну понимаете о чем я говорю да надеюсь руки так ли они пишут алексей в цигуна много учителей шалатанов особенно территории снг да совершенно верно так ли они пишут видимо к таким попал наверно тот человек которому говорили эдуард пишет вход в противник и контроль рук тогда обман не работает ну вот пожалуйста да один одна из реализации связанная с ничего да просто плотный вход действительно все вы контролируете руки контролируете ноги уже ну какой обман но опять здесь очевидно эдуард говорит об одном противнике потому что когда мы говорим о нескольких противниках тогда вход тогда либо вход должен выполняться таким образом что одним противником вы прикрываетесь от всех остальных пока работаете с этим противником либо вы должны сразу работать таким образом чтобы контролировать нескольких противников одним или двумя из них прикрываясь от всех остальных ну слушайте это отдельная тема это как раз то о чем я уже говорил не раз когда мы говорим о входах и в первую очередь о шагах боевых искусств которые позволяют вам выполнять подобные вещи о которых я говорю окей алекс пишет против обманок надо бить ниже пояса так как обманывать нехорошо ну хорошо окей я вообще считаю что в боевой ситуации не нужно просто можно бить куда угодно делать что угодно но опять вы должны хорошо себе представлять последствия этих событий если вы имеете на это моральное право то делайте так если не можете поступать по каким-то причинам то не делайте так вы на то и бойцы чтобы соображать ребят как в той или иной ситуации поступать эдуард пишет да использовать противника как щит ну вот 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 хороший совет от эдуарда так дальше мы идем значит ну я вот свое мнение выразил да а вот еще павел пишет лучше самому проявлять инициативу в бою атаковать тогда на финты можно реагировать как на реальные атаки продолжать свои действия ну окей но опять это вот то о чем я сказал в начале это как раз в условиях спорта когда мы видим что есть стимул и есть рефлексия то наверное выгоднее там занимать позицию когда вы ведете противника но опять так такая ситуация не всегда возникает опять это зависит от того насколько вы лучше подготовлены чем ваш противник это чисто спортивный подход и опять работающий на одного противника напомню поэтому когда вы пытаетесь взять инициативу или не брать инициативу или так решать ситуацию и так решать ситуацию но это вот боевые искусства они совершенно по-другому отвечают никакой инициативы никуда не надо брать не надо что-то выдумывать там на ходу например так далее у вас есть целый набор решение как вам поступать и вы хорошо представляете себе как этим набором пользоваться и еще раз напомню в этом случае обманные действия или не обманные вам уже все равно и в этом смысле вам не надо брать инициативу какую-то свои руки вы можете работать все время вторым номером если да почему нет я вот например очень часто так спрингую я не беру на себя никакой инициативы работы вторым номером например просто потому что ночью я в это время отдыхаю я вот время слышу как птицы поют там как листва там шелестит например я думаю хороший например в это время а почему нет таким образом я продлеваю время спарринга если мне не нравится что ну то есть если мне не хочется заканчивать этот спарринг слишком быстро например ну да я так вот занимаюсь могу вторым номером работать мы в этом смысле инициативу брать нет смысла тоже никакого ребят боевые искусства строится по другим принципам чем спортивное единоборство